Всех приветствую на моем канале, меня зовут Вика, и сегодня мы будем говорить дальше про похудение. А конкретно я решила затронуть тему стресса во время похудения. Как, думаю, вы уже знаете, существует такой гормон стресса, кортизол, который и помогает вам проснуться, и мешает вам похудеть. Но, тем не менее, нужно нам вещество, гормон. Так вот, для просыпания то он нужен, а для похудения нет. Решу я затронуть эту тему, потому что как раз-таки у меня сейчас идет стресс. Мало ли что я худею, так еще и ЕГЭ скоро сдаю, поступаю и переезжаю, и весь этот стресс на меня, короче, навалится. И вот поэтому сейчас вам расскажу, что можно делать, чтобы бороться со стрессом. Первое, это, собственно, что я уже делаю, то гуляю. Ходьба такая легкая физическая нагрузка, она помогает похудеть. И вы можете думать, пока идете, о чем-то, о каких-то проблемах, и найти решение. Второе, это заняться своим любимым занятием. Если у вас его нет, найти, возможно, у кого-то нет. А также очень хороший способ, это заниматься своим любимым спортом, когда худеешь. Есть свою любимую еду, у вас же есть полезная любимая еда. И также спорт. Если нет, то ищите, и вы не идете. И вы будете меньше испытывать стресса во время похудения, если вы будете заниматься тем, что вам нравится. И есть то, что вам нравится. И еще развлекаться своими хобби. Также добавлю медитация. Будет очень даже неплохо, если вы будете ходить и одновременно медитировать. В плане погружаться в себя, главное, дорогу это, смотрите, погружаться в себя и думать о проблемах своих каких-то. Думайте, почему вы там грустите, что вам дает повод для грусти. Или там, вам что-то не нравится в себе, почему вы сделали так, что сделать, чтобы этого не было. Просто решение каких-то проблем. Так как похудение для организма это всегда стресс, надо всегда находиться в хорошем настроении. Есть простое упражнение для поднятия настроения. Это просто улыбнуться себе перед зеркалом, подумать о чем-то хорошем, отбросить плохие мысли. Если какие-то есть проблемы, опять же с помощью медитации и ходьбы от этого избавляться. Если вы сами не справляетесь с психологической частью, можно также к психологу походить. А также можно и к диетологу. Но если вы хотите сами, то справляйтесь с вами. Также просто добавляйте к тренировкам музыку. И это добавит тоже вам хорошего настроения. Берите наушники, идите на улицу, или бегать, или в спортзал. И тоже, чтобы музыка была и хорошее настроение. Также высыпаться очень важно. Без хорошего сна вы худеть вообще не будете. То есть вы будете спать меньше 8 часов, что вы можете вообще не похудеете, чтобы вы не делали. Например, как я, которая потолстела даже от этого. От того, что спала очень мало. Влияет не только не в стакса, но также и нарушение режима. То есть если вы просто ложились в 10, просыпались в 9, а потом уже пили режим, и теперь вы ложитесь где-то уже под утро, то да, это тоже может повлиять на режим. Кому-то повезло, на кого-то это не влияет. Ну, может быть, как-то влияет, но на фигуре не отражается. Я не знаю, как это происходит, потому что я толстею от воздуха. Да, мне надо максимально правильно питаться. Я, конечно, иногда думаю, что да, я же немного съела. Но может быть много, просто метаболизм не справляется, и всё. Ну, то есть, чтобы был метаболизм в норме. Также вот этот уровень стресса, он влияет на метаболизм. То есть если, ну, типа обмен веществ, то получается, если у вас стресс, организм не будет отдавать лишние калории. Он, для него, там, защитная реакция, типа не отдавать калории, оставлять их в организме, будет противиться. Поэтому очень важно, чтобы не было стресса, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы вы радовались. Да, надо радоваться, вот вы занимаетесь, вам надо улыбаться. Мне повезло, что моё похудение как раз-таки совпало с посещением студии «Жемчужного Востока», танцы восточные вот там. Была силовая подготовка, танцевальная подготовка, как вы знаете, наверное, что танцовщицы, они должны быть и сильные, и при этом выносливые, и лёгкие. То есть тяжёлые мышцы быть не должны, но они должны быть. То есть мы для этого даже балетом занимать. Ну вот, и совпало с тем, что у меня появилась куча новых друзей. Ну, куча нас. Нас тогда было много, но, типа, две группы. Мастаж и младший. Вот, получается, что у меня и хорошие эмоции, и новое дело, новое хобби, которое мне понравилось. Ну, танцами я и до этого занималась. Утал, вот, точно. Только вот мои видео есть, кстати, на моём канале. Я, наверное, сюда прикреплю. Вот, на моём основном канале, который я сначала вела. Вот, и получается, вот так вот попробуйте найти своё хобби и улыбайтесь во время физических нагрузок. Нас всегда учили на танцах улыбаться, и вот мы всегда улыбались, и я потом всегда, когда танцую, улыбаюсь, потому что я не могу. Ну, танц, это, как бы, когда вы выступаете, это игра со зрителями, это вот артист, ну, да, танцоры, танцовщицы, они артисты, и они, получается, когда выступают, они играют со зрителями, они должны как-то там посмотреть с характер вашему танцу, надо с... вот, и, получается, там должны быть эмоции, и в вашей жизни должны быть эмоции, они тоже положительно влияют. Вот, то есть, вылыбайтесь, и это, как раз так, влияет на противоположный вес. К кортизолу гормон, эндорфин, гормон счастья. Если вы счастливы, то организм более спокойно расстаётся с калориями. Особенно хорошо это проявляется в отпуске, поэтому вы в отпуске не наедайтесь, а наоборот. Типа, вот, вы же такие вот красивые приехали в купальники, там идите плавать, бегать, заниматься. Это ваш отпуск пройдёт активнее, вы запомните больше, ну, например, если вы встали утром и пошли на пробежку, и у вас уже бодрое настроение с утра, и вы идёте плавать, и у вас всё хорошо. Вот, ну, как бы похудение, это не просто похудение, а типа, сбросили вес, продолжили есть, как дальше. Это смена образа жизни. То есть, если вы хотите быть худой, у вас должен быть другой образ жизни. Если у вас образ жизни сидячий, и вам, в принципе, неинтересно двигаться, то вы измените, будете толстыми. Либо же всё-таки попробуйте, может, вам понравится вот активный образ жизни. Вот, а на этом моё видео закончено. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересна тема похудения. А также я похудела на 13 килограмм. Смотрите это видео. То есть, я рассказываю, как я худела. Сейчас я повторяю свою историю и худею заново. Вот и получается. Так.